все-таки кто заказчики и цели проекта внедрение системы управления надежностью rcm на нашей практике самые правильные заказчики это акционеры то есть которые принципе для того чтобы понимать какие ждут неожиданные последствия при отказе там заводов или там бизнесов как они говорят они хотят именно надрение прозрачных систем определение рисков то есть это основные такие заказчики на самом верхнем вторые как бы заказчики как бы класс заказчиков это финансовое руководство предприятия опять-таки с тем чтобы понимать бюджет или как бюджетные ограничения на ремонт и они хотят видеть эту картинку по приоритетам именно для финансового планирования и основной момент это не наличие никаких резервов да то есть с тем чтобы понимать сколько денег нужно зарезервировать на вот эти непредвиденные риски риски они хотят эту картинку тоже видеть более-менее обоснованным следующий как по уровню но не по важности а просто выбирать организации это техническое руководство то есть заказчики таких проектов они обычно хотят именно решение для ранжирования вот этих вот самых технических решений при разработке политики для планирования работ по то и на годовой либо многосрочное планирование еще еще одно требование скажем так который выдвигает техническое руководство это соответствует внешним требованиям есть и точнее был рост их на взор часто федеральная служба которые требуют от от технического руководства безопасность производства и за это они отвечают собственно по закону по уголовной ответственности поэтому они хотят именно понимание что наше решение соответствует техническим требованиям внешних организаций ну и следующий уровень это эксперты специалисты это те самые инженеры по надежности или там начальники отделов которым просто нужен инструмент для работы это вот то что называется заказчики этого проекта вот это что называется заказчиком